У нас осталась ванная. Тоже важное место на самом деле. Да. У меня сразу вопрос. Нет ванны? Безусловно, нет. Ну, первое, это по возрасту уже не актуально родителям, это не нужно. И как мы все знаем, что ванную мы не принимаем каждый день. Смотрите, ванная и комната, я считаю, для этой квартиры тоже достаточно большая. И мы в ней вместили много чего. Ну, давайте начнем по порядку. У нас есть раковина, у нас есть зеркало с подсветкой, которое создает вот такую некую воздушность, невесомость. Не знаю, как это еще сказать. У нас есть светильники, которые пересекаются, если вы вспомните, да, вот в комнате, зоной кровати. Они пересекаются к вопросу о том, что когда ночью встаешь, можно светильник включить, можно зеркало отдельно включить, чтобы глаза не раздражали. Все те же черные детали, которые связывают весь интерьер. Вот навесной тумбочка у нас тоже есть пространство, как все люди что-то любят всегда там заиметь. Я не знаю, коврики, тапочки, все это можно здесь, мне кажется, удобно поставить. В туалет у нас инсталляция, шкафы пуш. Тоже здесь очень много места для хранения. Мы можем сами регулировать высоту полок, поэтому даже если вдруг встанет вопрос, это место позволяет. А вот еще вопрос. Кто убирается? Родители сами убираются? Потому что это же надо стоять, вот стекло чистить. Как только мы переступили порог этой квартиры, я маме сказала, что она здесь убирать не будет, потому что, во-первых, это трудоемкая работа, во-вторых, с возрастом ты можешь где-то что-то упустить, сделать не так качественно. Поэтому я сказала, мама, забудь, ты этого делать не будешь. Пожалуйста, хочешь подтереть, да? Поэтому у нас приходит человек, который помогает в уборке, не без этого. Ну и если мы хотим, конечно, сохранить то, что мы создали, сотворили, за этим нужно следить, как и за любой другой вещью. Для моих родителям это немножечко было удивительно, почему какие-то непонятные предметы здесь присутствуют. Но на самом деле это удобно. Вот это удобно. Они у меня привыкают. Это тоже предмет интерьера. Это очень такая недешевая, скажем, вещь, но она действительно выполняет свои функции. Все вещи, которые есть, они для возрастного человека, мне кажется, еще являются такой дополнительной возможностью где-то встать, где-то придержаться. Сейчас, кстати, вот в душевую кабину хочу у вас пригласить. Тропический душ мы поставили. И, в общем, ручка. Смотрите, это очень удобно. И мы ее сделали прям, выбрали массивной, чтобы это не просто вот такая ручка, которая не удержит, а чтобы прям можно было ей воспользоваться, зайти, придержаться. Важная часть. Ну и, конечно, у нас есть здесь машинка. Наконец-то, нашли ее. Я уже стала переживать, где стирка у нас происходит. Конечно, у нас вот все здесь спрятано. Мы взяли машинка-сушилка, то есть это два в одном. Как я уже и говорила, что, конечно, родители по большей степени у меня находятся в моей квартире. Наверное, еще даже и ни разу ее не стирали. Ну, в общем, она есть. И шкаф очень глубокий. Пространство пространства. И полки, опять-таки, у нас могут регулироваться, мы можем их поменять, поменять высоту. Если станет вопрос прям, что-то нам нужно спрятать, есть куда спрятать. Супер. Снова предмет интерьера. Символизирует вот такая картина у нас молодость, любовь, ощущение отдыха, взгляды, легкость, вся жизнь впереди. Не знаю, я когда захожу, я все время улыбаюсь. Мне тоже хочется отобой такую картинку. Есть вещи, которые немножечко из прошлой жизни. Если вы обратите внимание, да, на какая ваза, я думаю, что у всех наших бабушек, дедушек мы это видели. Поставили вот такую, не знаю, вазу, как ее обозвать, для того, чтобы хранить какие-то наши вещички. То есть баночки не наставлены. Слушай, как классно. Да, и у нас здесь все спрятано, все очень аккуратно, гармонично. Класс. Прям за это лайк. Маш, спасибо тебе большое за пример отношения к родителям, за рассказ. И ты знаешь, в конце наших видео обычно хозяйка дает совет какой-нибудь зрителям о жизни или о ремонте, и мы с удовольствием послушаем твой сегодня. Я считаю, что если вы работаете, как в данном случае я, с дизайнером, прислушивайтесь к мнению специалиста. Если вы его выбрали, тогда слушайте специалистов. Если вы в резонансе, значит, ищите другого дизайна. У меня лично был такой вопрос и проблема, мне никто не мог подсказать. Потому что каждый говорит, да у меня, да у меня. Нет. Вот сам. Я знала, что у меня где-то за год предстоит ремонт. Я подписалась на группу, где есть дизайнерские всякие решения, и я себе сохраняла, сохраняла, сохраняла в течение года. Прошел год, я открыла все свои сохраненные файлы, начала прослеживать историю того, кто же мне нравится. И я поняла, что по большей степени мне нравится все время один и тот же дизайнер. И у меня вообще даже вопросов больше не было. Вот так я подошла к своему ремонту. Класс. И с уверенностью я доверилась и вообще ни разу не пожалела. Класс. Получилась у нас вот такая, как мы с Сарой его обозвали, карамелька. Спасибо большое. Не забывайте поделиться этим видео. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, как живут другие. И увидимся с вами в следующий раз. До скорых встреч. Пока-пока. До свидания.